здравствуйте не хочу рассказать вам про она в пак что это такое и как начать с ним работать это видео записывается преддверии конференции fsdm 2022 кратко себе 2002 года я собираю людей интересующихся языком а до сообщества виду соответствующий веб-сайт нашу группу рассылки и форума в одном флаконе телеграм-канал недавно стал ввести youtube про аду у меня есть несколько интересных проектов на гитхабе приходите знакомьтесь что такое адовый пак это такой инструмент который позволяет вам вести разработку в приложении с использованием языка ады сейчас разработка в приложении это очень перспективное направление поскольку в приложении поддерживается широким классом устройств начиная от дискнопных компьютеров планшетов мобильных телефонов заканчивая навигаторами в автомобилях и телевизорами разработав программу в этом тулките вы можете использовать ее практически на любом устройстве ведь все современные браузеры поддерживают исполнение в приложении и наш тулкит состоит из трех частей это компилятор веб-эссемблер это настроенная библиотека времени исполнения и связка к некоторым веб-интерфейсом доступным браузер следует отметить что работа в приложении не означает обязательное наличие сервера к примеру если взять среду разработки visual studio code она работает без сервера но использует веб-технологии своей основе что такое веб-ассемблер это такой бинарный формат исполняемых программ которые исполняются в виртуальных машинах специально разработанный для легкости встраивания в хост-систему частности все современные браузеры способны исполнять веб-ассемблер еще одно ключевым характеристикой и веб-ассемблер является то что ее реализация не зависит от языка на котором вы пишете если рассмотрите существующие языки способны генерировать веб-ассемблер то мы увидим что большинство из них используются в своей основе LLVM проект LLVM строится на основе документированной спецификации промежуточного представления и есть множество фронтендов которые читают код на исходном языке высокого уровня генерируют это промежуточное представление даже входит множество бакендов которые из промежуточного представления способны получать бинарный код для той или иной платформы нашем случае нам интересен на фронт-энт для ада и бакен для веб-ассемблер оба из них доступны LLVM технологии чтобы получить LLVM представление для языка ада можно использовать проект над LLVM он есть на гитхабе и после его сборки вы получаете набор исполняемых файлов которые сочетают себя фронт-энд из компилятора GNUCC ну компайлер коллекшн и бакенд из LLVM в частности у вас будет такая команда как LLVM GNUCC передав которой текст на аде вы получите бинарный код с генерированным с помощью LLVM кроме того утилита сборки GPR Build она знает о существовании такой комбинации и для того чтобы собрать любой проект с помощью GPR Build достаточно указать ключик таржет LLVM и GPR Build будет осуществлять поиск LLVM GNUCC и соответствующих утилит из проекта GNAD LLVM что же нам понадобится чтобы скомпилировать надо текст в веб-ассембле самого компилятора недостаточно нужно еще указать ему что мы хотим получить в результате первое самое главное нужно LLVM библиотеке указать необходимую целевую платформу с помощью ключа таргета PASM32 но фронт-энд тоже нуждается в указаниях потому что он ориентируется на вашу систему которая обычно 64-битная и чтобы указать ему описать целевую платформу мы сделали файлик VASM32ATP который содержит описание размеров целых чисел чисел сплавающей запятой размер указателя и прочее нужно передать этот файл компилятору при помощи ключика GNADT ET и как уже было сказано в предыдущем слайде если вы собираете проект с помощью GPR Build, GPR Build нужно указать target LLVM таким образом у вас в командной строке может быть две опции target одна для GPR Build и другая компилятора важно не запутаться но создав бинарный файл вы не сможете его запустить до тех пор пока не предоставите ему библиотеку времени исполнения для поддержки свойств языка ада стандартная библиотека GNAD основана на POSIX интерфейсе который не может быть реализована в WebAssembly из коробки поэтому подготовили свою настроенную систему библиотеку времени исполнения она основана на библиотеке для встраиваемых устройств и отражает те ограничения которые в данный момент присущие WebAssembly как среди исполнения во-первых нельзя использовать исключения кроме случая когда они обрабатываются локально в той же подпрограмме где возникает нельзя использовать ссылки на вложенные подпрограммы если используя технология трамплина поскольку это невозможно в WebAssembly и также нет возможности пользоваться многозадачность и защищенные объекты поскольку WebAssembly не дает сейчас вам модифицировать стэк вызова под программ кроме того наша библиотека времени исполнения включает свой собственный распределитель памяти который основан на алгоритме TLSF ему свойственны такие приятные особенности как простота реализации и гарантированное время реакции на операции работы с памятью если память заканчивается то наш аллокатор вызывает окружающую систему с запросом на выделение дополнительного куска памяти и потом этот память используется для выделения объектов дальше также мы предоставляем ряд пакетов упрощающих разработку в среде WebAssembly в частности такой пакет как BasmObject позволяет обмениваться указателями на объекты между пространством программы на аде и окружением на JavaScript если для ада объекта вы можете взять и адрес какого-либо объекта преобразовать ее в целое число и отправить JavaScript в обратном направлении указатель из JavaScript в эту программу передать нельзя поскольку нет такого понятия и для решения этой проблемы мы используем отображение используемых JavaScript объектов на множество целых чисел и придаем в аду целое число для того или иного JavaScript объекта и это все спрятано внутри пакета WebAssembly objects и опираясь на этот механизм есть возможность выполнять из ады вызовы тех или иных методов JavaScript объектов и есть возможность чтения и модификации некоторых свойств в JavaScript объектов это а как бы основа исполнения наших программ следующим уровнем идет привязка различных веб-интерфейсов которых множество и наверное основным здесь элементом следует отметить веб-стринг который позволяет взять строку из привычного представления в языке ада преобразовать ее в объект который дальнейшем может быть использован внутри веб-апи большим классом интерфейсом представлен здесь является дом api если вы когда-либо описали с использованием дома пива найдете этот интерфейс знакомым он предоставляет типы для представления узлов в дом дереве здесь как элементы узлы дерева так и события и узлы которые способны получать эти события есть функции для поиска узла по его идентификатору и функции для доставления обработчика событий на том или ином узле это широко известное понятие и следующим уровнем над дома является написание html элементов формы страницы сюда входят такие типы как кнопки в поля ввода формы и прочее единой точкой входа является объект в windows который и предоставляет вам доступ к документу текущей веб страницы в виде дом дерева в частности вы можете взять у windows документ поискать там кнопку по его идентификатору преобразовать его в html ботан на объект включите выключите ему чувствительности навесить на него обработчик события он клик и так далее также есть биндинг к веб же или это такой стандарт отображения двухмерных трехмерных графических объектов он предоставляет типы для текстур фейдеров буферов самих объектов это отдельная тема очень обширная и интересная а для взаимодействия клиента и сервера у нас есть небольшой биндинг вокруг веб сокетов и xml теперь реквеста веб сокет этот направленный протокол взаимодействия клиента и сервера xml теперь реквест позволяет вам выполнять простые get post put http запросы серверу по http протокол как же может выглядеть простейшая демо программа во первых вам понадобится создать html документы и разместить в нем элементы с которым предполагается взаимодействие пользователя в данном случае у нас есть параграф изначально спрятанный и кнопка для взаимодействия с формой и она изначально неактивна дальше мы пишем объект реализующий обработку событий на кнопке наш обработчик будет искать параграф по его идентификатору и менять ему видимости на тип на противоположную с помощью функции садхина процедура инициализации получит документы страницы найдет здесь кнопку по его айди преобразуют к html батон интерфейсу чтобы затем сделать кнопку активной и навесить на нее наш обработчик клик событий общая структура ада программы представлена на этой картинке здесь главная процедура main пустая чтобы подчеркнуть то что исполнение всего кода руководиться из java скрипт кода а сама программа реализована внутри пакета демо где во время предвыполнения этого пакета просто вызывается процедура инициализе демо которая развешивает необходимые обработчики тех или иных событий и на наши объекты из дом дерева наиболее загадочная часть это инициализация программы на джава скрипте дело в том что хоть основная логика может быть написано веб-ассембли для того чтобы запустить веб-ассембли нам нужно все равно некоторую часть кода написать на джава скрипте это в принципе небольшой кусочек кода который практически во всех применениях можно просто взять скопировать то что есть выглядит примерно так мы берем открываем эту страницу появляется кнопочка hello ада нажимаем появляется текст который был ранее спрятан нажимаем еще раз текст пропадает таким образом адовый пак предоставляет лишь низкоуровневые средства и если вы хотите стать какой-то более глобальный код вам скорее всего понадобятся дополнительные какие-то уровни и мы можем предложить вам несколько проектов во первых не дает упомянуть а даже это обобщение в в этом проекте у нас общий api реализован двумя разными способами при помощи в обжили при помощи на этих интерфейса к обанджель это может как-то облегчить разработку таких приложений следующий проект который хочется отметить это а до веб и здесь вадим предпринял попытку как-то упорядочить разработку веб виджетов делать ее более удобоваримой третий проект интересен тем что предоставляет бесшовную интеграцию клиент сервера с использованием технологий distributed system annex annex и когда у вас код реализующие запросы к серверу и ответы сервера он через http протокол или веб соки он спрятан внутри а система выглядит как целый комплекс распределенная система на языке ада которая собственно есть в стандарте ада вот небольшое демо как выглядит разработка разработанный трехмерный вращающийся куб здесь есть также реакция на события мыши я не стал показывать вам если у вас есть вопросы то обращайтесь найдете контакты telegram или на гид страницы на этом все спасибо за внимание